Дорогие козероги, с вами Александра и собачки. Сегодня мы делаем расклад для тех, кто одинок или считает себя одиноким. Иногда вы бываете в паре и чувствуете себя одиноко. Так вот этот расклад будет для тех, кто одинок и может быть даже в поиске. То есть это не текущие отношения. Это человек, который чувствует себя без отношений. Сообщение от Вселенной через меня. Не обижайтесь, пожалуйста, если что-то я сказала не так. Я только читаю карты и расклад общий. Если нужен вам индивидуальный расклад, пожалуйста, обращайтесь. Тогда будет все гораздо точнее. Так этот расклад будет про тех, кто, казалось бы, находится в стабильной ситуации. Потому что четверка жезла — это дом, это стабильная ситуация. Это ситуация, когда вы довольны. Потому что вы довольны тем, что у вас есть. Может быть, вас окружают люди, друзья и семья. И что мешает и помогает — это пятерка чаш. Но это какие-то сожаления о прошлом. Что-то, может быть, какая-то критика в вашу сторону. Может быть, вы сами очень критично относитесь к себе. Может быть, вы сожалеете, какие-то вещи вы сделали в прошлом неправильные. И да, может быть, быстрые. Или чересчур резкие. Потому что в голове у вас стоит тузмичи. Это то, что вы делаете сейчас. То есть вы сейчас ментально очень острый человек. Вы рассекаете все, отсекаете, что вам не нужно. Очень жестко, я бы сказала. Пользуйтесь возможностью, которая представляет вам Вселенная. И в данный момент вы готовы вступить в отношения. Уже как бы начать все с чистого листа. Потому что это все-таки шанс на что-то новое. Туз в голове. Когда туз мечей в голове. То есть это родная стихия головы. Родная стихия сознания. Поэтому вы в полной готовности. Как бы я сказала, в полной боевой готовности. Еще одна четверка выпадает в подсознании. Да, мои хорошие, это стабильная ситуация. То есть у вас в подсознании и вообще в данный момент ситуация довольно стабильная на всех фронтах. Это может быть и материально. Это может быть и физически, и духовно, я бы сказала, тоже. Потому что вы, похоже, нашли определенный баланс и устойчивое положение для себя. Может быть, у вас есть что-то такое, что вам, может быть, мешало продвигаться раньше. Держало вас в одиночестве. Или, может быть, потому что вы в семье и чувствуете себя одиноко, как я указала в начале этого видео. И, видите, вы воспользовались в прошлом ближайшем каким-то шансом. То есть вы, может быть, поступили резко. Потому что два туза здесь. И это все, что тянется из прошлого, приходит сейчас в настоящее. То есть вы совершенно точно что-то сделали. Потому что если в прошлом стоит туза, это говорит о том, что вы воспользовались этим шансом. Иначе бы он здесь не стоял. Какая разница, если бы он у вас был, и вы не воспользовались. То есть он был у вас, этот шанс. Что-то вы сделали, что-то вы предприняли. Такое, что, может быть, вас оставило без партнера. Потому что или оставило вас в чувстве таком, что вы одиноки, даже имея партнера. Но ситуация меняется. Потому что в ближайшем будущем у вас выпадает десятка чаш. Десятка чаш – это карта такой семьи, счастья и любви. То есть если это какой-то партнер, то это уже сильная любовь к нему. Такая, как бы уже перешедшая уровень сексуального влечения. И уже находящаяся на уровне такой души и сердца порывов. Одинокий человек не бывает в таком состоянии обычно. Потому что эта карта десятка чаш требует всегда, чтобы были вокруг люди, которых вы любите. Но вот вы себя так видите. Вы себя видите, как вот у вас во голове туз мечей. И вы себя видите рыцарем мечей. То есть вы направо и налево разносите информацию. И довольно-таки грубо ее доставляете. То есть, ну как грубо. Не грубо, а остро. То есть она может быть и уколоть, и сердце проткнуть. И вообще вы можете словом убить. Прямо я бы так сказала. И иногда это очень торопливо. И может быть вы сначала скажете что-то, а потом только подумаете. И иногда этим раните своих окружающую среду людей. Посмотрите, что получается. У вас четыре четверки. То есть эта карта говорит, как вас видит окружающая среда. Они немножко подустали от вас, я бы так сказала. Потому что вы вроде бы выглядите устойчивым. А на самом деле никто не ожидает от вас таких резких шагов и поступков. Хотя вы делаете, может быть, это из сознания любви и понимания к окружающим. Но вместе с тем вы поступаете очень-очень жестко и резко. Жестко и резко. Я бы сказала, может быть, вы разрушаете какие-то вещи, которые не работают для вас. Потому что три четверки и два туза. Да еще рыцарь. Вы, по-моему, здесь сейчас разруливаете информационное поле вокруг себя. Потому что очищаете какой-то путь для того, чтобы создать что-то новое. Я бы так сказала. Потому что четверки — это уступки. Вот. Видите что? Вот это ваша цель. Разрушить. Разрушить, что не работало. Или, может быть, что работало, но неудовлетворительно. По вашему пониманию. Если у вас был партнер, может быть, его исправить или изменить. Или что-то такое сделать, что как бы избавиться от чего-то. От чего-то такого, что вас мучило в прошлом. И, может быть, даже и себя как-то исправить. Потому что вот эта карта в ближайшем будущем, она говорит о том, что вы достигли каких-то результатов даже для самого себя. То есть это, может быть, вы даже себя готовили и подготовили к новым отношениям. Самого себя. То есть, может быть, тут и не вовлечен конкретный человек. Потому что уж очень много здесь людей вокруг вас. И вот конечный исход выпадает как шестерка жезлов. Это карта победителя. То есть, к чему вы стремитесь, вы этого и добьетесь. Если у вас цель исправить себя, вы это делаете. И если у вас цель найти партнера или что-то изменить, то, что пришло из прошлого в настоящее, то вы это делаете. И причем вы успешно убеждаете других людей в своей правоте. Похоже, они с вами соглашаются, потому что шестерка жезлов говорит о том, что вы делаете какие-то поступки, может быть, и резкие, потому что вы себя видите как рыцарь мечей. А рыцарь мечей — это не очень дипломатичный человек, да? Но похоже, что вы достигаете своего результата. Это то, что вы хотите. Потому что когда десятка чаш, это говорит о том, что вы заканчиваете какой-то цикл, и этот цикл связан с определенными людьми. То есть вы закрываете какие-то двери и открываете новые. Но похоже, что, конечно, вся стабильность, которая была у вас раньше, все эти четверки, которые у нас выпали, они просто будут переходить на другой уровень. То есть назад у вас уже пути нет, у вас есть только путь вперед. И как победитель каждый вы движетесь вперед. И если на этом пути у вас будет партнер, то это только вам решать. То есть вы будете выбирать. Сейчас такая ситуация, когда вы выбираете, вы пользуетесь своими шансами, вы создаете себе свое окружение. То, что вам нравится, то, что вам приятно, то, что вам хочется. И в этом, конечно, способствуют люди, которые вокруг вас. Они в окружающей среде. То есть у вас есть из кого выбирать. Вот так. И эти люди понимают вас, что очень хорошо для создания каких-то новых отношений. Потому что мы же все-таки говорили о людях, которые или без отношений в данный момент, или которые, может быть, в отношениях, но чувствуют себя одиноко. То есть тут получается, что ваша цель была что-то разрушить, что-то поменять, что-то исправить. Ну, как, знаете, хирургическое вмешательство, и человек остался жить и дальше живет. То есть что-то произошло. То есть это не смерть, это не трансформация. Момент башни в каждодневной жизни, особенно в прогнозе на месяц, может означать какие-то перемены в себе или в других людях. Может быть, вы кого-то в чем-то убедили. Или поступками, или логически. Потому что два туза у вас выпадает. Жезлов — и это поступков. И мечей — это логики, и коммуникации, и мысли. Но на пути, я думаю, что вы немножко и кого-то, может быть, и отсекли, и поранили даже, к сожалению. Но это вас не останавливает двигаться вперед. Потому что сейчас тут похоже, что вы немножко о себе заботитесь. И вам кажется, что если вы будете счастливы, то и другие люди будут счастливы с вами тоже. То есть вы правильную позицию занимаете. Хотите объединять вокруг себя, может быть, семью, может быть, других людей. То есть принимаете во внимание свои собственные достижения и достоинства победы. Но и в то же время понимаете, что это все другим людям, которые вокруг вас, которых вы любите и которых цените, оно тоже приносит им любовь, счастье и удовлетворение. Ну, конечно, на пути вы не со всеми обходитесь мягко. Я бы так сказала. Сказала бы мягко, что вы не со всеми мягко обходитесь. А другими словами, вы обходитесь иногда очень даже жестко. Наверное, когда-то и нужно, потому что туз не всегда выпадает такой шанс ментальный, когда у вас все чисто и ясно в голове, чтобы вы могли разрешить свои какие-то проблемы, которые были в прошлом, чтобы двигаться счастливо в будущее. То есть у вас это получается. То есть выходит так, что месяц май, и идя в апрель, вы приходите с полной ясностью, что вам нужно, кто вам нужен, и достигаете то, что вам нужно, и то, что вы считаете правильным. То есть если у вас был выбор оставаться одним, вы так и будете это делать, и будете довольно счастливы со своим решением. Если у вас выбор связать свое отношение с каким-то партнером, он у вас будет появиться. Если это прошлый человек, он тоже на вашем пути. То есть все зависит от вас. И я вам желаю успехов, конечно, в вашем поиске и в ваших размышлениях и раздумьях о себе, о жизни, о людях. То, что вы всегда делаете, весы, по-моему, очень много времени тратят ментального на это, на размышления об отношениях. Иногда меньше действуют, больше думают. Ну, вот так, это весы. Так что, дорогие мои, удачи вам. С вами была Александра и собачки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok